О, Канада, our home and native land, true patriot love in all our lives. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о правах и свободах Канады. Традиции свободы в Канаде можно проследить с 1215 года, а именно со времен Магна-Карта. Впервые закон о правах был проведен в парламенте в 1960 году, а Конституционный акт 1982 года объединил Canadian Charter of Rights and Freedoms. Заявляя о правах, которые канадцы используют в течение многих столетий, существует ряд дополнительных прав, которые защищены Конституцией Канады. Свобода выражать свое мнение, свобода общаться с кем мы хотим и собираться на разнообразные митинги с другими людьми в мирных целях, Свобода исповедовать религию, право жить где угодно в Канаде, право на защиту от незаконного или несправедливого ареста и задержания со стороны правительства, потому что в Канаде каждый человек равен перед законом. Даже правительство должно соблюдать все свои права в соответствии с законом. А также право на равную защиту и использование закона без дискриминации, в частности, без дискриминации по признаку расы, национального или этнического происхождения, цвета кожи, религии, пола, возраста, физической или умственной неполноценности. А также право на обслуживание со стороны государства, как на английском, так и на французском языках. Наш закон защищает граждан Канады, включая геев и лесбиянок, от несправедливой дискриминации. Все имеют равный доступ к образованию, здравоохранению, занятости, жилью, социальному обслуживанию и пенсионному обеспечению, независимо от их сексуальной ориентации. В 2005 году парламент принял закон о продлении прав на гражданский брак однополых пар. В то же время закон защищает свободу вероисповедования, так что ни одно лицо или организация не может быть вынуждена действовать вопреки своей совести, религии или убеждений в отношении брака. Как житель Канады вы получаете пользу от всех вышеперечисленных прав и многое другое. Но необходимо понимать, что вместе со всеми прекрасными правами приходят и определенные обязанности, такие как уважать закон Канады, изучение английского или французского или обоих языков, работать и заботиться о себе и своей семье, помощь другим в вашей общении, защита населения Канады и природной среды. Канада имеет давнюю традицию размещения языковых, культурных и религиозных различий, которые строились веками и продолжают формироваться. Политика мультикультурализма призывает канадцев поддерживать семейные и культурные традиции, которые согласуются с канадскими ценностями, такими как человеческое достоинство и равенство перед законом. Если вы станете гражданином Канады, вы будете иметь следующие права. Голосовать на федеральных, провинциальных, литератариальных и муниципальных выборах, чтобы внести свой вклад в канадскую демократию путем голосования на выборах, быть кандидатом на выборах и подать заявление на получение канадского паспорта и въезда и выезда из страны свободно. Вы также будете иметь юридическую обязанность служить в суде присяжных, если вас пригласят. Это является вашей гражданской обязанностью. Оборона Канады. В Канаде служба не является обязательной, но это благородная профессия и отличный выбор карьеры. Вы можете выбрать работу в Королевском ВМС Канады, Канадской армии и в Королевских Канадских военно-воздушных силах. Канадцы гордятся своими военными традициями защиты Канады и отстаивания свободы и демократии других стран. Роль Канады в Первой и Второй мировых войнах была особенно заметна и канадские вооруженные силы остаются активными как в Канаде, так и по всему миру. Вам предлагается узнать о военной истории Канады. Также вы можете служить неполный рабочий день в запасе. К таким относятся военно-морской флот, полиция или воздушный запас. Здесь вы сможете получить ценный опыт, навыки и контакты. Кроме того, можно служить в береговой охране или в аварийно-спасательных службах общины, таких как полиция или пожарная служба.